Лейпциг, Атлетика, Аталанта, ПСЖ, Барселона, Бавария, Манчестер Сити и Леон вышли в финал 8 лиги чемпионов. Расскажем о всех результатах первых игр 1-4 финала. Лейпциг в Лиссабоне встречался с Атлетико. Команды заняли третьи места в своих чемпионатах, и это была их первая очная игра в истории. Победу держал Лейпциг 2-1. Четверть финала состоят всего лишь из одной игры. Это означает, что РБ впервые в истории пробился в полуфинал. Кто их соперник, узнаем несколько позже. Стоит сказать, что кроме одноматчевых дуэлей, были внесены в этом сезоне следующие изменения. Клубам разрешаются делать 5 замен и включать в свою заявку 23 игрока вместо 18. Забивали в этом матче новички команд испанец Дани Ольма и Жао Феликс. А вот финальную точку поставил американец Тайлер Адамс, который продлил сказку немецкой команды. Напомним, что РБ впервые в плей-офф, впервые дебютирует в Лиге чемпионов и сразу выходит в полуфинал. Это их наивысшее достижение в истории. Тиму Вернер, который ушел в Челси, наверное, кусает локти. Беспроигрышная серия Атлетика остановилась на 18 матчах. Из них было 11 побед и 7 ничьих. Лейпциг становится вторым участником полуфинала. А вот первый участник был определен в матче Аталанты и ПСЖ. Парижане до этого 6 раз играли в Лиге чемпионов с итальянцами, 4 раза уступали и дважды играли в ничью. Побед не было. И вот седьмой раз стал успешным 2-1. Клуб из столицы Франции второй раз в истории вышел в полуфинал и установил любопытное достижение. Последний раз команда сыграла здесь в 1996 году, 25 лет тому назад. Прежний рекорд между выходами в полуфинал принадлежал Аяксу 22 года. Стоит сказать, что одноматчевое противостояние чуть не сыграло злую шутку с Парижем. Клуб забил дважды лишь в конце игры в течение 3 минут. Реакцию Томаса Тухеля мы все прекрасно видели. Странно, сколько камбэков случается в Лиге чемпионов за последнее время. Главные звезды Неймар и Мбаппе не забивали, зато отдали по одной голевой передаче. У ПСЖ становится серия из 11 побед подряд во всех турнирах. 14 августа игры финала 8 продолжатся. Барселона сыграет с Баварией. На следующий день в субботу Манчестер Сити станет условным хозяином поля в матче с Леоном. Три команды из четырех еще не потерпели ни одного поражения. Это мюнхенцы, это каталонцы и это манчестерцы. На очереди в нашем обзоре список лучших бомбардиров и лучших ассистентов. Ливандовский очевидно выиграл уже гонку лучших снайперов. 13 мячей и как минимум еще одна игра. Холланд имеет хороший шансы стать вторым. У него все впереди. Шесть игроков имеют по шесть мячей. Перечислим. Это Гнабри, Мертенс, Кейн, Стерлинг, Депай и Жезус. Есть сдвиги у распасовщиков. У Хакима Зиша пять передач, у Мбаппе столько же голевых пасов. Итак, сформирована первая пара одной-второй финала. 18 августа Лейпциг сыграет с ПСЖ. А вот пара, которая должна сыграть 19 августа, еще не определена. Испания и Италия потеряла по одному представителю. Рекомендую выпуск о сравнении полуфиналистов Лиги Европы. Услышимся на спортивном.